Мы сегодня с вами в наших дневниках по энергосбережению записывали. Вот, заклеили окно, стало сразу всем тепло. Это мы говорили о энергосбережении, о сбережении нашего тепла, тепловой энергии. А какую энергию мы еще сберегаем? Папа хочет поставить солнечные панели. Они используют природную энергию и солнце, и не надо получать электричество с фабрик, когда зажигают мазуты, уголь, и в них содержатся вредные вещества, они выделяются в атмосферу. Познакомьтесь в нашем быте, кто это там? Кто это такой? Символ сбережения, и он похож на капельку воды. Мы с вами сегодня в школе номер 40 города Гомеля, где 8 лет назад получил прописку забавный герой, очень похожий на капельку воды. Ребята сами придумали ему имя Бэпи, положив в основу главное правило экономии – бережливость, экономия, привычка, инициатива. И вот уже 8 лет следует им. Мы учимся во втором А-классе. В группе продлённого дня мы вырезаем такие карточки, приносим их домой, показываем и рассказываем родителям. Ещё проводим мы физкульт-минутки и делаем пальчиковые гимнастики. Ток бежит по проводам, свет несёт в квартиру нам. Заработали приборы, холодильник, мониторы, кофемолка, пылесос. Ток энергию принёс. У нас есть ещё сигнальные карточки. Вот эта карточка обозначает, что нужно беречь свет. Вот эта вот карточка обозначает, что нужно обязательно беречь воду и не тратить её зря. Занятия по теме энергосбережения проходят буквально на всех уроках и во всех возрастных группах. Причём, если малыши постигают знания через игру, то старшеклассники изучают проблему глубже – через проведение семинаров, конкурсов, стенгазеты. Причём здесь строго придерживаются негласного правила – научился сам – научи другого. Нас малых лет обучали всем делам энергосбережения, и сейчас, получается, мы обучаем других. Вот у нас был летний лагерь, в котором принимали участие ученики пятых, восьмых классов, и мы им передавали всё, что мы знаем. Также я учу и своих маленьких братьев. Например, когда мы ходим по квартире и будем выключать свет, он выключает за нами, потому что это избережение. Я учу свою младшую сестру то, что нужно выключать свет, когда ты уходишь в другую комнату. Также с самого детства я прививала ей эти привычки. Когда она была совсем маленькая ещё и ходила в садик, она уже рассказывала детям в садике, что нужно экономить. Сестра рассказала мне, кто такой Беппи. Беппи – это друг бережливых и экономных. Так как школа научила меня, а я в посредстве своих родителей, сберегать энергоресурсы и просто ресурсы с креативом, в плане. То бишь, если, например, в помещении окна плохо изолированы, то лучше держать, естественно, шторы закрытыми. А если, наоборот, изоляция хорошо изолирована, то лучше держать открытыми. То бишь, солнечные лучи, попадая в наше помещение, будут обогревать наше помещение, и температура будет более высокой. А также солнечные лучи способствуют экономии электроэнергии. Сейчас, когда счета за коммунальные услуги растут, самое время задуматься о разумной экономии. Где найти резервы? Этот вопрос волнует многих. На помощь старшеклассникам приходят новые технологии. Энергокалькулятор, который даёт самые неожиданные подсказки. Сегодня посмотрим работу с теми приборами, которые работают в режиме красной точки. Сколько энергии затрачивается в том случае, если мы приборы не выключаем на ночь или уходя из дома. И мы можем посмотреть на диаграммах, сколько затрачивается энергии каждым этим приборам за год. Сообща приходят к общему знаменателю. Если вы покидаете дом более чем на 12 часов, следует выключить все устройства из розеток. Домашняя техника в режиме ожидания приводит к дополнительным 7-8% в квитанции за электроэнергию. Мой папа лично поменял все лампы на светодиодные. Преимущества у них гораздо больше, чем у обычных ламп. Это такие, как они берут меньше энергии. То есть вы сэкономите большую сумму денег даже, например, за год. Я живу в частном доме. У нас котёл, он поддерживает температуру и регулирует её дома самостоятельно. То есть он не даёт опуститься на отметки критической и также подняться. То есть если холодно, он включается, отапливает дом и выключается. Также это помогает сэкономить и на отоплении, и на электроэнергии. В школе говорят, что экономия на тепле, свете и воде – это не отказ от комфорта. Это всего лишь более рациональное использование наших средств. Действительно, зачем платить больше, если есть способы сберечь наши деньги? Наша школа подошла творчески к этой теме. Мы увидели значительные педагогические аспекты в этой деятельности, потому что эта тема помогла нам сплотить коллектив. Именно вокруг темы формирования привычки учащихся быть бережливыми и экономными. Всё начинается с привычки. Если вы заметили, что кран протекает, немедленно обратитесь к сантехнику. Помните, что за месяц из крана может накапать пара сотен литров воды. Об этом предупреждают юные экскурсоводы информационного центра своих младших сверстников. Перед вами макет капли непустя, который учит нас беречь воду. Представьте, капает водичка. Снизу установлен счётчик, и он показывает, сколько всего утекло нашей водички. Если эти цифры умножить на наши денюжки, то семья потеряет очень много денег. Двери Гомельской школы номер 40 открыты для всех, кто интересуется темой экономии бережливости. Здесь проводятся показательные уроки и коллегии по обмену опытом работы. Коллектив активно участвует во всех конкурсах и представляет свои проекты на всех этапах энергомарафона. Вот и в этом году энергомарафон принёс победу Ярославу Рогожнику за проект «Энергоплитка. Стеновая панель тройного действия». Эта плитка выступает как кондиционер. У нас есть стена, которая выходит на солнечный свет, то есть, допустим, южная стена. Вот. Мы вставляем в неё эти панели, и когда, получается, будет солнечный день, жаркий, то есть, в солнечные дни всегда жарко, а она начнёт работать. Мы можем также, сможем регулировать её работу. Она начнёт выкачивать тепло из помещения и передавать его наружу. Таким образом будет его охлаждать и будет выступать в роли кондиционера. Зимой же мы можем обратить этот процесс, и он будет выступать в качестве нагревателя. Кстати, школьный проект получил высокую оценку профессионалов, которые оставили свои официальные отзывы, рецензии. Его смело можно внедрять в производство. Сегодня в творческом портфеле учителя-энтузиаста Дмитрия Колесникова есть новые идеи и задумки. Мы собираемся разработать и установить автоматизированную систему контроля воды. То есть, краны будут работать только тогда, когда там рядом находится человек. Мы поставим датчик движения на потолке и, соответственно, электромагнитный клапан, который будет перекрывать воду, если человека рядом нет. Педагоги ставят задачу заинтересовать детей темой энергосбережения, сделать её нескучной и при этом помочь раскрыть исследовательский потенциал учащихся, пробудить желание думать и мечтать. Ведь это им делать выбор, каким быть расточительным или бережливым хозяином. У меня есть мечта. Я хочу заделать такую антенну, которая улавливает молнию. Это если погода, гром, гроза, она улавливает молнию и она подаёт её в дом электричество. Работа в школе проводится последовательно, постоянно. И это ощущается. Вот, например, ребёнок бежит домой и заглядывает на счётчик. Приходит и говорит, бабушка, у нас по-сумасшедшему крутит счётчик. Я говорю, я не поняла. Ну, работает холодильник, стиральная машина. Вы понимаете, какое внимание развито, почему так? Такое впечатление складывается, что дети, которые прошли всё это, ведут творческие дневники, беседы, проводят конкурсы, что они вот в будущем вырастут настоящими хозяевами. И хозяевами в доме, и хозяевами в нашей стране. Оказывается, экономить не только полезно, но и выгодно. В этом можно убедиться на примере школы номер 40, лидера республиканского конкурса «Энергомарафон», который проходит под эгидой Департамента по энергоэффективности и Министерства образования. В 2017 году в очередной раз школа стала лучшей школой республики по созданию системы работы в области энергосбережения. За средства, заработанные в рамках проведения конкурса «Энергомарафон», областного конкурса, будет приобретено новое оборудование в столовую. Заменено полностью всё оборудование на энергосберегающее. Таким образом, мы думаем, что количество теплопротерей в школе сократится, и это поможет тоже сэкономить бюджетные деньги на оплату расходов за электроэнергию. По мере того, как мы приближаемся к стопроцентным тарифам на коммунальные платежи, жировки белорусов тяжелеют. Резонно задуматься о том, как сэкономить на коммуналке. Чтобы теорию закрепить на практике, наша программа отправилась в гости к одному из гомельских педагогов – Виктории Сергеевне Живнировой. Семья из трёх человек проживает в однокомнатной квартире. И каждый раз, оплачивая счета, хозяйка Виктории обращает внимание на киловатты и нормы потребления. Всегда оплачивая коммунальные платежи, я отслеживаю, укладывается наша семья в нормы расходов. Рационально распоряжаться финансами помогает каждая мелочь. Например, дизайн однокомнатной квартиры. Обои и мебель максимально светлых тонов. Всё функционально, продуман каждый сантиметр площади и его освещение. Когда я делаю уроки, я включаю большой свет. Этот свет энергосберегающий. Когда я делаю различные записи в компьютере, я не включаю основной свет. Мне в этом помогает настольная лампа. Свет не должен гореть зря в тех помещениях, где вас нет, считают хозяева. Зоной комфорта должно быть и любимое место каждой хозяйки. Ну, проходите, пожалуйста, на кухню. Это моя святая святых. У нас здесь много различной бытовой техники. Вот обратите внимание, у нас здесь холодильник. Он у нас потребление класса А. Он саморазмораживающий. Здесь у меня духовой шкаф. Он работает от электричества. Мы его не так часто используем. Используем при выпечке какой-то. Мы, хочу заметить, недавно поставили счётчики газа. Если мы оплачивали, например, до установки газовых счётчиков 6 рублей в месяц за семью, а семья наша состоит из трёх человек, то сейчас у нас за газ мы оплачиваем 2 рубля. Также у меня на кухне имеется микроволновая печь. Она также потребление класса А. На ней я только разогреваю пищу, не готовлю. На ночь мы отключаем нашу микроволновую печь, чтобы она не поглощала лишнюю электроэнергию. Здесь моя помощница стиральная машина. Также энергосберегающая. Она также класса А. Я её, когда стираю, всем рекомендую барабан заполнять до полного, чтобы она не работала в полостую. Также у нас здесь, как и в комнате, имеется подсветка. Она светодиодная, которая, опять же, позволяет нам сэкономить наши деньги. Экскурсия заканчивается в ванной, где после ремонта установили душевую кабину. Которая нам позволяет экономить воду. У нас здесь, в душевой кабине, также есть экономичная лейка, которая с разными напорами воды, которая также позволяет нам это всё экономить. Специалисты утверждают, если прислушаться к подобным советам, то вам удастся примерно на треть сократить счета за коммунальные услуги. Согласитесь, весьма неплохая экономия. Важно понять, что в самом простом порой и заключается главное. Киловатты и кубометры пора считать. А это значит выработать комплексный подход, который одновременно с деньгами позволит экономить ресурсы и проявить заботу об окружающей нас среде. Продолжение следует...